В медиа сейчас все больше говорят, что Украина вот-вот выйдет на паритет с Россией по вооружениям. Только вдумайтесь, в начале полномасштабного вторжения это вообще казалось нереальным. И важно разобраться, где паритет действительно возможен, а где о сопоставимом балансе сил пока не может быть и речи. И за счет какого оружия этот разрыв можно выровнять. Я Алексей Мацука и в этом выпуске мы детально разберемся со всеми фактами. В чем Украина уже однозначно сравнялась с Россией, так это в объемах военного бюджета. Показывают самые подсчеты простые, что сначала полномасштабное вторжение России страны Запада оказали поддержку Киеву на более чем 150 миллиардов долларов, из которых больше трети 55 миллиардов пришлись на военные нужды. А это больше, чем годовой военный бюджет России, который составляет 51 миллиард. Лидерами по военной помощи являются, безусловно, Соединенные Штаты Америки, на которые приходится половина озвученной суммы. Далее идет Великобритания и Евросоюз, и их финансовый потенциал значительно превышает российский. То есть финансовые ресурсы по итогам прошлого года уже сравнялись. Дальше стоит посмотреть на ситуацию с объемами вооружений. Начну с того, в чем российская армия, казалось бы, имеет неоспоримое преимущество. Это артиллерия. По данным Международного института стратегических исследований, к началу вторжения у России было 3700 артиллерийских систем. На вооружении украинской армии по версии Global Firepower было почти 1700 единиц ствольной артиллерии. Но! То есть количество арты у России в разы превышало украинский арсенал, что наиболее ощутимо чувствовалось, начиная с лета, когда российская армия выбрала тактику массированных арт-обстрелов. Ключевые советские виды артиллерии это 120-мм Сани, Нона-К, Гаубица Д-3 и довольно разрушительные 152-мм Гаубицы Мста-Б и пушка Гиацинт-Б. В российской армии их сотни, но есть одно но. Самая новая из российских буксируемых систем Мста-Б разрабатывалась еще в 70-80-е годы прошлого века. Учитывая все это, на Западе сделали ставку на более дальнобойные 155-мм орудия. У них с точки зрения контрбатарейной борьбы явное преимущество. Украине передавали французские ТРФ-1, американские М-114 и Гаубицы М-777 с дальностью стрельбы до 40 км. К тому же, это оружие отличается высокой точностью. Аналогов на вооружение у армии России просто нет. Отдельный разговор. Самоходная артиллерия. Численно ее тоже больше у России. Но она существенно уступает западному вооружению, поставляемому Украине. К примеру, согласно открытым данным, недавно ВСУ получили 24 САУ Кайзер, 18 САУ Краб от Польши, около 30 немецких самоходных артиллерийских установок. Панцер Хаубиц 2000. Которая считается лучшей в мире с дальностью стрельбы до 50 км. И России снова нечего противопоставить. Ход войны эти западные установки не переломили. Но значительно усилили украинские войска в непрекращающихся арт-дуэлях. Если учитывать точность нашей артиллерии, то мы выходим на паритет. В то же время наши высокодочные системы ежедневно уничтожают российские полевые склады, казармы и средства поражения. Наши артиллеристы более искусны, а с получением новой техники стали более результативными. Но помимо технического отставания Россия столкнулась и с внутренними проблемами. Эксперты подсчитали, что за первые полгода войны Россия израсходовала не менее 7 миллионов снарядов. От 40 до 60 тысяч в сутки в самые интенсивные дни. До войны Россия способна была ежегодно пополнить свои арсеналы на полтора миллиона снарядов всех типов. Нетрудно подсчитать, во сколько раз должен ускорить российский ВПК, чтобы вывозить темпы потребления своей артиллерии. А способен ли он на это в условиях санкции? Кроме того, есть еще одна проблема, которая вообще, как оказалось, не имеет решения. Это изнашиваемость стволов. Арт-стволы имеют ресурс от 2 до 3 тысяч выстрелов. То есть при интенсивности стрельбы в 100 снарядов в сутки орудие живет на войне до 1 месяца. А дальше этот ствол нужно менять. И вот на что менять, вопрос для российского оборонпрома пока что открытый. Ведь какое-то время могли спасать советские запасы, а производить такие новые стволы буквально не из чего. За месяцы этой войны стало понятно, что аналогов нет и импортозамещение – это два таких же волшебных слова, как специальная операция. Что это не имеет к реальности никакого отношения. Все последние годы российский оборонпром зависел от западных комплектующих. Последние 20 лет все это не производили, потому что всегда можно было пойти и за нефтяные баксы купить. А вот сейчас Россия оказалась в ситуации, когда за любые нефтяные баксы ты купишь далеко не все. Просто потому что не продадут и не дадут привезти. Выходом могли бы стать поставки от дружественных режимов – Беларуси, Северной Кореи или Ирана, которые, как известно, уже поставляют Москве боеприпасы и отдельные виды техники. Справедливости ради стоит сказать, что Украина сталкивается с той же ситуацией. Вопреки высокой точности предоставленного вооружения на него ложится огромная нагрузка. Панцерхаубиц 2000 и М109 не совсем вытягивают интенсивность этой войны. Прежде всего из-за их малого количества. Одно ИСАУ приходится отрабатывать за десяток, чтобы мы могли соответствовать хотя бы одним снарядам на семь российских. Поэтому им постоянно необходимо обслуживание у производителя. Но здесь ситуация прямо противоположная. Если у России количественное преимущество, которое стремительно сокращается без возможности пополнения, то у Украины мало того, что качественно превосходящая артиллерия, так еще и численность будет расти. Украина наращивает потенциал, Россия теряет. И судя по стремительно расширяющимся пакетам помощи, уже очень скоро эти константы пересекутся. Дальше важно разобраться с бронетехникой. Бронированная техника – это то, на чем армия заходит на территорию после арт-зачистки. До 24 февраля прошлого года, по оценкам экспертов, на вооружение РФ было более 16 тысяч единиц бронетехники. Большинство – это были советские БМП-1, БМП-2, БТР-70 и так далее. В то же время у Украины, по данным The Military Balance, было 3 тысячи боевых бронированных машин, включая те же советские БМП-1 и БМП-2. То есть разница более чем в пять раз. Все изменилось с начала вторжения. На конец ноября прошлого года, по данным нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий ОИРАКС, армия РФ потеряла как минимум 8 023 единицы военной техники. Из них 2611, вдумайтесь, это теперь пользуются вооруженные силы Украины. Потери Украины за это время ОИРАКС оценивает в 2287 единиц, которые очень важно восполнить хотя бы к весне в контексте украинского контрнаступления. Если мы говорим о контрнаступлении, конечно, нужна броня. Это важнее. Для обороны нужна артиллерия. Она тоже отыгрывает роль при наступлении. Но сейчас нам надо нарастить броню. В целом же, по подсчетам The Military Balance, на сегодняшний день, с учетом потерь, у россиян остается более 10 тысяч бронемашин. И хотя из этого количества на практике рабочими может оказаться значительно меньше бронемашин, это количественно больше того, что есть у Украины. А теперь от количества к качеству. Советские БТР и БМП по факту сами военные нередко называют братскими могилами, поскольку свою функцию бронетехники в современном понимании они не выполняют. Та же БМП-1, разработанная еще в далеком 65-м, уязвима для РПГ и минимально стойкая при подрыве на минах. С учетом нынешней тактики ведения боевых действий, основная часть техники морально устарела, а новых БМП-3 у российской армии было не более 600, а распиаренных терминаторов несколько десятков. В то же время США объявили о поставке в ССУ современных бронированных машин М2 Брэдли, которые изначально разрабатывались прицелом на уничтожение именно советской бронетехники. Этот комплекс, в частности танк Т-72, хотя и находящийся на вооружении иракской армии, был уничтожен американской пехотной машиной Брэдли в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Вашингтон отправляет 50 Брэдли в Украину. Дальше танки. Тема максимально актуальная. С учетом ожидаемых поставок Леопардов и Абрамсов, по данным справочника The Military Balance, в начале 2022 года Россия имела приблизительно в 5 раз больше танков, чем Украина. 12 420 против 2596 машин. В основном это были Т-72, Т-80 и Т-90. После 11 месяцев боев, по данным украинского генштаба, Россия потеряла чуть ли не четверть этого бронепарка, более 3 150 танков. Проект ОРХ, подсчитывающий только верифицированные потери, сообщает о потере 1630 танков, из которых 958 уничтожено, 538 теперь у ВСУ. Темпы производства танков в России не особо отличаются от ситуации со стволами для артиллерии. Производство бронетехники, во-первых, давно зависит от импортного оборудования и комплектующих, а во-вторых, военно-промышленный комплекс, несмотря на серьезное увеличение финансирования, все равно страдает от недостатка средств. Третий фактор – недостаток специалистов, которые после оглашения частичной мобилизации просто ушли за рубеж. Поэтому совсем неудивительно, что Россия начала снимать с консервации устаревшие танки Т-62, которые уже даже появились на поле боя. И до последнего момента Украине было нечего противопоставить России, кроме таких же советских танков. Я знаю, что могу победить этого врага, но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Судя по всему, бронированную технику в таком объеме, которую упомянул залужный, Украина и получит. Но со временем. То, что известно сейчас, на первом этапе Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. США объявили о намерении передать Киеву 31 танк М1 Абрамс. Правительство Германии подтвердило, что до конца марта направит Украине 14 танков Леопард-2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. О намерении предоставить Киеву танки с западного производства также сообщают Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, Франция. Те же Абрамсы имеют несомненное преимущество над Т-72, выравнивая за счет качества количественное преимущество России. И история с передачей танков, в принципе, наглядно иллюстрирует эволюцию западной дипломатии во время войны. Если сразу после вторжения союзники Киева искали для ВСУ советскую броню со складов стран Восточной Европы, то сегодня Украина рассчитывает получить одни из самых современных танков в мире. Украине нужно дать тяжелое вооружение, нужны действительно западные танки. Вам нужна техника, любая, в частности и логистическая, всевозможные танковозы, грузовики, от пикапов до всевозможных бронированных боевых машин. Нельзя сказать, что Украине нужно там 500 или 1000, чтобы победить Россию в этой войне, вооружение должно идти потоково в Украину. Когда первые западные танки высшего класса окажутся на поле боя, баланс сил в тяжелой бронетехнике явно перейдет на сторону Киева. Ведь естественно, единственное, что Россия сможет противопоставить в таком случае, это танки Т-90, которыми в Кремле вряд ли захотят жертвовать для сомнительных целей так называемой военной операции. Однако сфера, где дисбаланс сил на стороне России, так это авиация. Не секрет, что Украина понесла значительные потери по истребителям в начале полномасштабного вторжения, стараясь защитить небо над украинскими городами. Сейчас имеющиеся в арсенале ВСУ Су-27 и Миги-29, многие из которых были переданы Европой, нельзя и даже сравнивать с российскими истребителями пятого поколения. Но тут тоже есть противовес. Начав бомбардировки, Россия сама же подтолкнула Запад к поставкам передовых систем ПВО, таких как НАСАМС, Айрис-Ти, теперь еще и Патриот. Что же касается самолетов, то в офисе президента заявили, что следующая встреча в формате «Рамштайн» будет авиационной. Этот «Рамштайн» создаст новую реальность. Мы можем его неофициально назвать бронетанковым «Рамштайном». И мы тоже очень надеемся, что следующий «Рамштайн» будет авиационный. Таким образом, страх перед российской эскалацией на 12-й месяц войны уже явно не оказывает решающего влияния на принятие Западом решений. И вчерашняя категорическая «нет» относящаяся к поставкам мощного вооружения в какой-то момент становится осторожным «да». Мы видим, что пакеты США озвучиваются регулярно. Мы видим качественные изменения в этих пакетах. Вот это должно быть непрерывно. Поток оружия в Украину должен остановиться только тогда, когда Украина выйдет на границы 1991 года, и российская армия будет разбита. Да, на данный момент России все еще удается сохранить баланс сил на фронте за счет количества техники. Это так. В Киеве об этом открыто говорят. Необходимо для Украины вооружения всего необходимого еще не хватает. Ведь пока подвешены решения по передаче дальнобольных ракет «Атакамс», ударных дронов «Рэпер» и «Грей Игл», а также истребителей «Ф-16». Но происходящее на фронте доказывает, что качество и боевые характеристики военной техники все чаще оказываются куда весомее количество. И если сравнивать все виды вооружений, уже поставляемые Западом, это еще не паритет, но ситуация явно не в пользу российской армии. Когда Киеву поставят технику в достаточном количестве, это может полностью переломить ход войны. Что еще для этого необходимо и какое оружие может позволить предотвратить новое российское наступление, о котором можно много говорить, об этом и мы поговорим в новых выпусках моей авторской программы на этом канале. Спасибо, что смотрите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok